Доброе утро! Доброе утро! Да, так что... Но неважно, что мы отдыхаем, зарядка вообще никогда не отдыхает. Наши тело отдыхать не должно. Даже если мы завтра не выйдем в эфир, потому что праздник, это не значит, что вы не должны сделать зарядку. Мы будем в своем теле провести небольшое время наедине с собой для того, чтобы настроиться на классный день. Потому что как начнешь свое утро, так и продолжишь свой день. Сегодня хочу дать зарядку для тех, кто ведет постоянно сидячий образ жизни. То есть немного раскрутить, разогнать кровь в нашей тазовой области. Начинаем мы с поворотов головы вправо-влевую сторону. Видите, подбородок прям параллельно полу. Вправо и влево. Еще. Вправо и влево. Вправо и влево. Далее можете поведать голову в правую сторону и полукругом. Введите ее в левую сторону. Еще раз. Вверх вправо и вверх влево. Возвращайте голову в исходное положение, выполняйте круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре. Вперед, четыре, три, два, один. Отлично. Раскрываемся в грудном отделе. Большими пальцами стремимся назад друг к другу. И делаем, округляем спину, уводим руки вперед перед собой. Делаем вдох. Раскрыться и выдох. Круглая спина. Еще раз вдох. Раскрыться и выдох. Круглая спина. Далее вытягиваемся вверх. Руки переводим на уровни талии. Немного колени сгибаем. И выполняем подкручивание таза. Выдох. Выводим таз вперед. Сокращаем расстояние между лобковой, костью и ребрами. И уводим таз назад, прогибаясь в пояснице. Я могу показать это сбоку, чтобы было более понятно. То есть мы подкручиваем таз, выдох и вдох, прогибаемся в пояснице. Выдох вперед. Вдох прогнуться. Выдох вперед. И вдох прогнуться. Самое базовое упражнение, но поможет усилить подвижность именно в тазовой области. Далее выполняем круговые движения. В левую сторону. Четыре круга. Прямо раскручиваем. Максимально увеличиваем амплитуду. И четыре вправо. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. И теперь в следующий раз мы опускаемся вниз. Стекаем. Прогибаясь в спине. Опускаемся вниз. И вверх. Через круглую спину поднимаемся. Вниз. Прогнулись. И вверх. Округлились. Вниз. Прогнуться. Вверх. Округлиться. Еще один раз. Вниз. Прогнулись. И вверх. Округлились. Хорошо. Дальше. Переводите стопу на левое бедро. И опускайтесь вниз. Глубокий прессед. Потяните мышцы ног. Максимально стараясь сохранить равновесие. Поднимайтесь. Возвращайтесь вверх. И то же самое левая нога. Опускаемся вниз. Уходим в глубокий прессед. Почувствуйте растяжку ягодичной мышцы, внешней поверхности бедра. Максимально глубоко опускаясь вниз. И поднимайтесь. Возвращайтесь вверх. Руки переводите на талию. И круговые движения выполняйте стопой. Четыре круга правой стопой. И четыре круга левой стопой. Вот такой короткий комплекс, который можно выполнить буквально за 2-3 минуты. Разогнать кровь, взбодриться и классно зайти в свой новый день. Давайте за руками взаим глубокий вдох. Наполнимся. Вдох и выдох. Отпускаем все вниз. Еще раз вдох. Наполняемся. И выдох. Вниз. Отлично. Поднимаемся. Возвращаемся вверх. Расправляем плечи. Помним про свою красивую осанку, про свою стать. Да? Хорошего, отличного дня. Ты большая молодец. Ну что, Лариса, сегодня поговорим о празднике об одном. Сегодня международный день против диеты. Хочу поговорить с тобой. Я никогда, как ты видишь, на диетах не сидел. Слава богу, не дано испытывать это чувство. Ем все и не поправляюсь. Вот диета, она ведь не только направлена на похудение. Ведь есть диета, если у людей проблемы с желудком, с пищеварением. Ты когда-нибудь сидела на диете? Никогда не сидела тоже. Совершенно. Единственное, на чем я сидела, это на голодании. То есть я очень много раз, даже не голодала, я постилась. И это очень сильно мне помогало. Перезагрузить мой организм. Но недавно мне одна девушка посоветовала посидеть на гречной диете. И тут я начала изучать и подумала, и поняла, что это просто какой-то бред, если честно. Каждый день есть гречка. Мне кажется, от нее просто может затошнить уже на следующий день. В общем, в любом случае, все это нужно делать только под контролем врача. То есть нужно сначала сдать анализы. И только если врач действительно разрешит сидеть на какой-то определенной диете, я думаю, что можно. А просто так назначать себе, наверное, не вариант. Ну что ж, у нас есть сюжет на эту тему и у нас есть опрос на эту тему. Сначала сюжет посмотрим. Международный день, международный, простите, день против диеты. Что же там такого подготовили наши корреспонденты? Давайте посмотрим. Принято считать, что диеты могут значительно поспособствовать в снижении веса. Это так, но тогда ущерб, нанесенный всему человеческому организму, перекроет радость от цифр на весах. Монодиеты голодания помогают в кратчайшие сроки сбросить килограммы, а еще вызывают стресс, снижают иммунитет и могут наградить расстройством пищевого поведения и пищеварения. Монодиета предписывает употребление одного продукта или группы продуктов, к примеру, только белка, круп, фруктов, овощей, молочных продуктов. Голодание или питьевые диеты подразумевают полный отказ от еды в течение дня. Во время этой диеты человек потребляет исключительно воду или свежевыжатые соки. Если следовать таким способам похудения, организм не будет получать нужные питательные вещества в необходимом количестве. Ухудшатся функции внутренних органов, состояние кожи, волос, ногтей и десен. Одним из самых правильных и эффективных путей к снижению веса считается питание по дефициту калорий. В этом поможет формула Мифлина-Сан-Жиора. По ней вычисляется необходимое общее количество калорий в день для человека. Достаточно знать свой рост в сантиметрах и вес в килограммах, возраст в годах. Человеку, стремящемуся похудеть, нужно вычесть пару сотен от получившегося числа. Если, рассчитав по формуле, необходимая калорийность в день будет равна 2500, то чтобы снизить вес, человек должен питаться на 2300 килокалорий или 2200. А для того, чтобы в процессе похудения вес не вставал, а постоянно снижался, есть лайфхак – делать скачки калорий. В первый день питаться на 2300, во второй день на 200 килокалорий, дальше на 2400 и так далее. Ну а сейчас вас ждет гороскоп. Звезды подготовили интереснейшие предсказания, поэтому послушаем, что же нас ждет сегодня. Посмотрим, сбудется, нет? Смотрим. В этот понедельник овны настроены решительно. Едва ли сегодня кто-то сможет сбить вас с пути. Будет возможность защитить свои интересы в непростой ситуации, а держать верх в давнем споре. Сегодня тельцам стоит прислушиваться к интуиции. Вы находите верные решения очень в сложных ситуациях. Этот день обещает перемены в профессиональной сфере, дает возможность подняться по карьерной лестнице. Завоевать уважение важных людей вам легко будет догадаться о желаниях и ожиданиях окружающих. Подходящий день для новых начинаний сегодня у близнецов. Будет возможность заняться каким-то необычным, очень интересным делом. Возможно, полезные знакомства. Вам легко сегодня удается произвести хорошее впечатление на окружающих людей. Сохранять спокойствие сегодня стоит раком. Делайте то, что считаете нужным, старайтесь избегать перегрузок. Для хорошего самочувствия сегодня особенно важен своевременный отдых. Тяжелая физическая работа сегодня нежелательна. День насыщен полезными советами. Сегодня будет у львов. Не упустите возможность научиться чему-то новому. Это обязательно вскоре пригодится. С деньгами лучше быть осторожнее. Сегодня вы склонны тратить их напрасно. Подходящий день у дев для того, чтобы взяться за решение важной и сложной задачи. У вас достаточно энергии и настойчивости для того, чтобы не сдаться после первой неудачи. Будет шанс неплохо заработать. Еще день обещает приятное общение. Осторожным сегодня стоит быть весам. Особенно утром. Возможно, какие-то недоразумения, неприятные происшествия. В остальном день удачен. Многим весам он обещает сюрпризы и подарки. В делах можно положиться на интуицию. Спокойный день сегодня у скорпионов. Он хорошо подходит для того, чтобы завершить начатые дела. Возможно, знакомство с необычными, выдающимися людьми. Вы сможете у них многому научиться. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Остро реагировать на любые события сегодня будут стрельцы. Окружающие разочаровывают. Испытывают ваше терпение или обманывают ожидания. Сегодня стрельцы склонны видеть события в мрачном виде. Постарайтесь настроиться на более оптимистичный лад. И вы заметите перемены к лучшему. Лучше действовать самостоятельно сегодня к озерогам. Дело в том, что найти общий язык с окружающими сегодня будет непросто. Не исключены острые моменты в работе. Понадобится деликатность и такт, чтобы избежать конфликта с коллегами. Настойчивый день сегодня у водолеев. Вы можете добиться значительного прогресса в деле, которое прежде казалось почти безнадежным. Легко будет найти союзников. Не исключено, что на вашу сторону встанут какие-то влиятельные люди. Деликатность и интуиция помогут сегодня сглаживать рыбам острые углы в отношениях. Можно делать небольшие покупки. Они, скорее всего, окажутся удачными. На исходе дня окружающие преподнесут вам приятные сюрпризы. Ну а сейчас завтрак. Что такое утро без хорошего завтрака? День прожит зря, потому что завтрак – это залог успешного дня. Давайте посмотрим, какие рецепты сегодня покажут и поделятся наши повара. Вы их запишите и когда-нибудь вы обязательно приготовите этот завтрак. Допустим, в выходной день. Смотрим завтрак. То есть вместо мяса будет яблоко. Да. Гениально. Да, если вы готовите окрошку, весь смак, вся суть именно в свежих овощах и зелени. Как можно больше зеленого. Мужчина готовит для себя, чтобы поесть, а женщина, чтобы накормить. Поэтому вкус блюд отличается. Окрошка – достаточно полезное блюдо и достаточно легкое. И очень низкокалорийное. Какой запах! Мамма миа! Просто мы готовим всего небольшую тарелочку для себя. Вы, быть может, готовите для всей семьи целое ведро. Поэтому будьте внимательны с пропорциями. Доброе утро, Караганда! Завтрак, казалось бы. Но сейчас лето, а значит завтраки стали гораздо проще. Поэтому пока вы завтракаете фруктами или чем-то подобным, мы с вами будем сегодня смотреть, как правильно приготовить вкуснейшую окрошку. Сегодня мы находимся в гостях у банного комплекса «Парим-жарим». Поэтому у меня новый повар. Знакомьтесь, его зовут Илья. Приветствую. Ну что, поехали готовить вторую разновидность окрошки. И она у нас будет… С яблоком. С яблоком. Для вегетарианцев такая вот. То есть вместо мяса будет яблоко. Да? Гениально. Такого я еще точно не пробовала. Ну, давай, Илья. Начнем потихонечку. Опять же, нарезаем огурчик. Угу. Я бы помогла, но я вот не уверена, что устроит моя нарезка. Или мне нарезать редисочку? Нарезать можно, конечно. Возьму махоньку, редисочку. Я, когда готовлю окрошку дома, преимущественно режу все овощи мелко. Но обратила внимание, что некоторые вообще не заморачиваются. Как по мне, так лучше резать меленько, чтобы было вкусно кушать, да? Ну, для меня, наоборот, чем крупнее кусок, тем интереснее. И тем больше привкуса можно от него получить. Ага, ну то есть сколько людей, столько и мнений. Да, конечно, в зависимости от человека. Тем не менее, Илья режет мелко. Нет, это еще крупно. Это еще крупно? Это крупно. Это очень крупно. Так я сейчас режу мелко или крупно? Средненько. Короче, я дилетант, ребята. Для окрошки с яблоком понадобятся все те же самые ингредиенты, но мы не добавляем ничего мясного. Ни колбасу, ни мяса. Мы добавляем яблоко. Яблоко лучше, чтобы было зеленым. Желазина зеленая, чтобы она давала кислинку. И мы туда еще добавим немножечко сока лайма. Вау. Вообще окрошка это про что? Это про зеленое, да? Это все зеленое, да. Да, она должна быть больше овощная, чем мясная или яичная. Просто некоторые перебарщивают с яйцом, поэтому, друзья мои. И с картошкой. Да, если вы готовите окрошку, весь смак, вся суть именно в свежих овощах и зелени. Как можно больше зеленого. Так, я подготовилась заранее, чтобы никуда не бегать. Подготовила тарелочку нашу длининую. И я, наверное, уже могу в эту тарелочку выкладывать... Закладывать редисочку. Ой, какая тяжелая у вас доска. Я даже не знаю, я тогда вот так, можно? Лишь того, чтобы стол сильно не скользила. Они делаются такими тяжелыми. Классная доска. На ней, я думаю, очень удобно резать мясо. Да. На ней, в принципе, удобно резать. Мне нравится, что все так небрежно. Вот это классно. Вот на кухне так и должно быть. Убирать, конечно, потом, но сам процесс должен быть творческий. Вообще, приготовление любой пищи требует такого творческого подхода. И главное, с любовью. Вы всегда готовьте как для себя. Как кто-то говорил мне, что мужчина готовит для себя, чтобы поесть, а женщина, чтобы накормить. Поэтому вкус блюд отличается. Прикольно, да? Подумайте об этом. Я задумалась. И начала готовить так, как будто готовлю себе, чтобы поесть сама. И действительно получается вкуснее. Так, шинкум. Прям с кожурой режем яблочко. С кожурой, да, конечно. Потому что кожура в яблоке достаточно полезная вещь. Так. Здесь содержится большая, кстати, часть витаминов из яблока, чем в мякоти. Угу. Укропчик начиная уже. Да, можно сразу его нарезать. У меня сегодня главная работа с укропом разбираться. Вообще, в целом, несмотря на то, что, казалось бы, здесь перемешано большое количество продуктов, окрошка достаточно полезное блюдо и достаточно легкое. И очень низкокалорийное. И очень низкокалорийное. Ну, если, конечно, готовить правильно. На полкилограмма окрошки всего 340 калорий. Вау. Девчонки, вам на заметку. Летом едимся только окрошку. И это даже с мясом. Ух ты. Ну, мясо это белочек? Белочек на свои калории оно тоже имеет. Так что полезно вдвойне. Я вот к чему вела. Я уже почти закончила с укропом. Чуть-чуть добавим горчицы. Смутаны. Горчицы нам дает немножко острый, да, привкус? Пикантности, больше пикантности именно дает, разбавляет сливочный вкус своим вот растительной темой. Так я, конечно, не шеф-повар, но я тоже здесь немножко под этого, над укропом поколдую, хорошо? По-своему. Хорошо. Главное, чтобы меня не выгнали с кухни. Главное пальчики держать, правильно. Так, прекрасно. Я добавила укроп сразу, можно? Да, можно. Так. И можно еще пару листиков мяты туда нарезать. Ух ты. Будет вообще прекрасно. Пару листиков мяты, а мята туда зачем? Ее тоже будут жевать или она просто для запаха? Она для запаха, для привкуса. Чем мельче ее нарезать, тем вкуснее будет. Она будет отдавать свои аромамасла именно в заправку. А мята какая нужна? Обычная, перечная. Перечная. Какой запах, мама миа. Мята, она ведь еще и успокаивает. С этого дня ем окрошку только с мятой. Хорошо ходить в гости. Не надо было закидывать? Надо было. Все надо, конечно. Илья, вы, пожалуйста, командуйте. Это же окрошечка. Все надо закидывать. Все будем потихонечку заправлять. Также сметанка, также минеральная вода. Горчица. Ингредиенты будут написаны у вас на экране, чтобы вы не запутались, что добавлять. Прекрасно. Я могу заливать. Заливаем водичку, да. И одновременно добавляем сок лайма. Немножко буквально. Так, хорошо? Да. Все. Теперь подсаливаем обязательно. Все делаем по своему вкусу, на свое усмотрение. Нет каких-то определенных пропорций. Мы готовим всего небольшую тарелочку для себя. Вы, быть может, готовите для всей семьи целое ведро. Поэтому будьте внимательны с пропорциями. Цветы добавлять будем? Да. Сейчас перемешаем, конечно, и будем добавлять. Я жду. Все. Красота. Можно украшать цветами. Я положу цветами. Я сегодня за флористой. Так, ну и какой-нибудь потемней. И добавим еще немножечко. Это, если я не ошибаюсь, горох. Да, это горох пророщенный. Микрозелень гороха. Ну что, наше блюдо готово. Мы туда добавляем щепотку любви. Друзья, готовьте с удовольствием. Ешьте правильную, полезную пищу. Кормите себя вкусно. Готовьте дома сами. Это точно проверенный вариант выглядеть хорошо и чувствовать себя классно. Ну что, всем приятного аппетита и до скорой встречи. Обязательно. Буквально через считанные секунды Рушан Бараев заберет у нас немножечко эфирного времени со своей рубрикой «Хронограф», где он рассказывает об исторических фактах Караганды и Караганинской области. Послушаем, что было в Караганде много лет тому назад именно в эту дату. Смотрим «Хронограф». 1 мая 1956 года в Караганде открылась детская железная дорога. Раздался свисток паровоза, и юный железнодорожник Авенир Семенов повел в рейс поезд с пассажирами. На детской железной дороге две станции – Пионерская и Комсомольская. Между ними курсирует паровоз с несколькими маленькими вагонами. Карагандинской детворе очень понравилось новое развлечение. 1960 год. Закончены проектные работы канала «Иртыш-Караганда». 500-километровый путь из Сибири в Казахстан проделает Великая река. Десятки тысяч гектаров земель Карагандинского экономического района лежат в зоне сухих степей и полупустынь. Без запасов воды не могут обойтись казахстанская магнитка и промышленные предприятия Карагандинского бассейна. Вот в наши степи и пришла экспедиция Всесоюзного института «Гидропроект». Люди бурили скважины, брали пробы грунтов и воды, а в самом проектном институте вычеркивали схемы будущего канала. Чтобы там, где потекут воды «Иртыша», жизнь стала богаче и краше. В мае 1968 года жители нового города получили в подарок магазин тканей «Мечта». За прилавком этого магазина трудится отличник советской торговли Лариса Ивановна Миронова. Ее имя занесено в Книгу почета Казахской ССР и Книгу почета торга. Свою любовь и уважение к работе Лариса Ивановна передает ученикам. Май 1980 года. Есть мировой рекорд. Отлично выступил на первенстве СССР по тяжелой атлетике каргандинец Виктор Мазин. В очном поединке с сильнейшими тяжелоатлетами страны Виктор установил мировой рекорд в рывке – 131 кг. В сумме двоеборья Мазин повторил мировое достижение олимпийского чемпиона Колесникова. В мае 1991 года на карте Караганды появилась улица Николая Пичугина. Город увековечил память о писателе, чье имя напоминает пожилым о суровых годах войны, а для молодых явится прикосновением к истории нашего края. Его перу принадлежит первая в русской литературе Казахстана книга очерков о горняках, первая повесть о карагандинцах «Зори над городом». В декабре прошлого 1990 года Караганда отмечала вековой юбилей писателя. Теперь горсовет переименовал улицу Тепловозная в улицу Пичугина. Вы уже сегодня посмотрели сюжет на тему против диеты. Сейчас вас ждет опрос на эту же тему. Но в ней, наверное, мы поднимем тему не только против диеты, но и самой диеты. Что подготовили наши корреспонденты, какие вопросы они задавали гостям и жителям города, вы увидите через пару секунд. Смотрим опрос. Для кого как? Наверное, вообще за, если человек сам этого хочет. Потому что когда человек устраивает себе диету, тем более правильную, это полезно для организма. То есть это сбрасывает лишний вес, жир и так далее. А если диета принужденная, то есть просто так человек захотел ее себе сделать, не ест почти и так далее, это плохо. Смотря еще к какому человеку. Поэтому да. Кому это нужно, кому нужно. Я, наверное, за, если они не противоречат здоровью. Ну, если человек хочет кушать, что ему нравится, пусть кушает. Не знаю, зачем ставить всякие границы. Ну, ради дисциплины, если только. В принципе, не против диеты. Кому как. Это их желание. То есть, кажется, сам решает, держать диету или нет. Это их здоровье. Ну, не знаю, это дело каждого. Типа, ну, скорее нейтрально. Плохо. Потому что это и человеку вредит, во-первых. Во-вторых, это вредит, наверное, окружающим людям. Потому что человек начинает другим людям эту диету преподносить как хорошее что-то. Так что в этом плане это плохо. Крайне плохо. Потому что есть диеты, которые полезны. Это на основе овощей, полезных фруктов и так далее, витаминов. А есть диеты, которые перебарщиваются. То есть, например, там, день есть и день. Через два дня только есть и так далее. Такие диеты проводят к осложнениям в организме и так далее. Так что так себе негативно. Ну, нужно диеты расписывать со специалистами. Вот. И чаще они должны это назначать, если это конкретно необходимо. А так, мне кажется, что лучше заниматься спортом и просто правильно питаться. Но не ограничивать себя в еде. Ну, а сейчас культурный код узнает интересные факты о музыке, кино, живописи и не только. Исследование картины Рафаэля Дама с единорогом с помощью рентгена показало, что сам мастер изобразил женщину до талии, пейзаж и небо. Затем какой-то другой художник дорисовал парапет, колонны, руки женщины и собаку. Через несколько десятилетий собака была превращена в маленького единорога. Еще позже вместо единорога были изображены колесо и пальмовая ветвь, атрибуты великомученицы Екатерины Александрийской, а женщина была одета в плащ. Сейчас в Римской галерее Боргеза выставляется версия с единорогом, поскольку реставрировать картину до собаки уже очень сложно. Кристофер Ли оказался единственным из актеров, кто от начала до конца прочитал все книги трилогии «Властелин колец» до съемок фильма. Кстати, в начале он проходил кастинг на роль Гэндальфа. Азербайджанский художник Рошат Алакбаров для создания своих картин использует тени от различных предметов. Он определенным образом расставляет предметы, направляет на них нужное освещение. Таким образом образуется тень, из которой вследствие создается картина. Сегодня понедельник, и куда же без афиши? Начало рабочей недели нужно не просто начать, а также распланировать выходные. Афиша нам дана для того, чтобы найти культурные мероприятия по душе и обязательно их посетить. Смотрим афишу. Русский драматический театр имени Станиславского 9 мая представит концерт «Ко Дню Победы». 9 мая Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина покажет драму «Кыран Хазак». Академический театр музыкальной комедии 10 мая приглашает на кукольную сказку «Кука-реку». Русский драматический театр имени Станиславского 9 мая покажет документальный спектакль под названием «Семь». 10 мая во Дворце культуры горняков представят оперету в двух действиях «Король вальца». Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 10 мая покажет спектакль «Мюздыольке». В Карагандинском цирке 10 мая состоится концерт группы «Мираж». Тимиртаусский театр для детей и юношества 10 мая приглашает на интеллектуально-юмористическое талк-шоу «Арт-разгоны». Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 10 мая представит драму «Карапима». 10, а также с 13 по 17 мая в Карагандинском областном музее изобразительного искусства будет проходить музейный урок под названием «Лица Победы», посвященный Дню Победы и 90-летию города Караганды. Русский драматический театр имени Станиславского 10 мая приглашает на трагедию «Ромео и Джульетта». 11 мая Академический театр музыкальной комедии представит интерактивную сказку для малышей «Айда Репка». Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 11 мая приглашает на сказку «Кирыкпен Мустумсок». Ну и сейчас самая забавная рубрика «Милые и смешные» прямо сейчас на пятом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Мне досмотры проходил, но за счет того, что я учился, меня постоянно давали отсрочку. А сейчас у меня младший брат служит в армии. Ему нравится. Он туда лично... Я тоже просился. Я когда учился на юридическом, я тоже просился, но за счет того, что учился, меня не взяли. А младший брат, он сам, он вызвался и сам пошел, и ему все нравится. Так что... Здорово. Хорошие ему службы, и День защитника Отечества – это не только праздник тех, кто служит в армии или служил когда-то. В любом случае, ты защитник, в первую очередь, своей семьи. Однозначно. Я просто преклоняюсь перед такими людьми. Спасибо вам большое. Как за Родину, так и за своих близких, за свою семью, за свое «я» нужно бороться, защищать абсолютно все. Здорово, что у нас есть такие мужчины, которые нас готовы защищать. Спасибо вам большое. С праздником грядущим. А на сегодня все. А завтра мы вам желаем отдохнуть, и можете зарядку не делать. Не делайте, ладно. Разрешаем. Имеет место быть. До свидания, нашли зрители. И не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, ютуб-канал и инстаграм. Вся актуальная информация именно там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин